Прыжки Наверное, это самая лучшая в гонках. Благодаря возможностям современных мотоциклов можно подняться в воздух высоко. Это также зависит от мастерства гонщика и от того, как он рассчитывает время. Когда вы приближаетесь к месту прыжка, вы должны сконцентрироваться на моменте, когда мотоцикл отрывается от земли. Высота, которой мотоцикл достигнет в начальный момент прыжка, уже не будет увеличиваться. Следите за тем, какое положение приобретает мотоцикл в полете. Как правило, переднее колесо должно быть чуть выше заднего. Чем круче прыжок, тем точнее вы должны рассчитать по времени все свои движения и контролировать их. При подъеме в воздух помогайте себе ногами, чтобы удерживать нагрузку от веса тела по центру мотоцикла. Если вы хотите, чтобы прыжок получился более длинным, вы должны нажать на педали перед тем, как подняться в воздух. Во время подъема отпустите усилие ног. Амортизация подвески будет действовать как катапульта, поднимая вас на большую высоту и удлиняя полет. Если вы хотите быстро оказаться снова на земле, не пользуйтесь подвеской. Вместо этого поднимите мотоцикл так, чтобы погасить энергию прыжка. Если при приземлении вы собираетесь увеличивать скорость, опускайтесь на заднее колесо и жмите на газ, когда оно будет почти касаться земли. Мотоцикл уронет вперед, как только колесо окажется на земле. Вы сделаете ошибку и сначала приземлитесь, а уже потом начнете ускоряться. Если при приземлении вы хотите замедлить движение, опустите переднее колесо ниже заднего. Вы слегка нажимаете на тормоза при приземлении, но не сильно, чтобы переднее колесо не проскользнуло. При этом следите за весом тела, который должен переходиться в большей степени на заднюю часть. Чтобы смягчить удар при приземлении, начинайте его, наклонив туловище вперед и отклоните его как можно дальше назад во время приземления. Когда вы освоите предложенные азы техники прыжков, можете переходить к более сложным методикам. Вот одна из них. Суть состоит в том, чтобы повернуть мотоцикл на бок, в движении в бедер во время отрыва от земли. Вы слегка подбрасываете заднюю часть мотоцикла, и мотоцикл летит на боку. Вращение переднего колеса дает возможность контролировать положение в полете. При приземлении оно должно стоять прямо. Еще один трюк. Нажать на задний тормоз в полете. Не отпускайте степление, чтобы двигатель не заглох. Прекращение вращения заднего колеса приведет к тому, что переднее колесо слегка опустится. Даже вращающая сила в противоположном направлении приподнимает переднее колесо. Не забывайте о важности правильного положения тела и его соотношении с мотоциклом во всех рассмотренных ситуациях. Не забывайте, что начинать нужно не спеша и постепенно осваивать мастерство, одновременно набираясь уверенности и способности контролировать ситуацию. Продолжение следует...